Привет! Я никогда не скрывал своего скептического отношения к продукции компании Huawei. Еще я никогда не скрывал своего скепсиса касаемо механизированных приводов камер, но рак на горе свистнул, звезды сошлись в третьем доме Козерога и у меня в руках первый абсолютно искренне понравившийся мне смарт от Huawei. Это P-Smart Z. Здесь нет миллиарда камер, нет ультрамощного железа, так что в этом видео я скорее буду больше разбираться в себе, нежели в смартфоне. Поехали! Да, дизайн стандартный, более чем. Исключения составляют скругленные по бокам грани задней панели, но это тоже не ново, прям очень не ново. Рамка пластиковая, зато задняя панель стеклянная. Тут бы мне повозмущаться в привычной мне манере, что рамка не металл, но нет. Вы только посмотрите на этот роскошный изумрудный цвет. Да, я в курсе, есть белый и черный цвета, все остальное от лукавого, вот нет. Вот мне он очень зашел. Кстати, он еще и двухтоновый. Цвет на самом деле один, просто нанесение разное, поэтому и создается ощущение двухтоновости. Там же сзади двойной модуль камеры и дактилоскопический сенсор. Вот сканер отпечатков пальцев в продукции Huawei у меня ни разу не вызывал вопросов. Потрясающая скорость и потрясающая надежность. Динамик снизу, там же есть Type-C, там же есть мини-джек. Ура! Почти всю фронтальную панель занимает дисплей. Рамки есть, но без фанатизма. Мне как раз. Чуть великовата снизу, но это уже детали. В дисплее никаких вырезов, врезов, бровей, капель и прочего непотребства. Блок фронтальной камеры выезжает сверху. И да, меня все еще беспокоит надежность такого решения. Тем не менее, зашло оно мне тем, что фронталкой я пользуюсь чуть реже, чем никогда. Да и с другой стороны, ЦРУ и прочим спецслужбам будет гораздо сложнее за мной следить. А еще сверху лоток для двух симок и микро-сдшки емкостью до 1 терабайта. В комплекте зарядная, шнурок, скрепка, 3,5 тонны макулатуры и гарнитура. Дисплей. Диагональ 6,59 дюйма при разрешении 2340 на 1080 при соотношении сторон 19,5 к 9. Матрица LTPS. Скажу так, это отличный дисплей на все случаи жизни. Даже не учитывая всех стандартных хуавеевских твиков температуры и запас яркости и детализация, все-все-все с ним хорошо. Он кажется максимально естественным, и я сейчас не только про цветопередачу, я и про его габариты и личные ощущения. Это, наверное, первый в моей жизни дисплей, к которому мне не довелось привыкать или что-то твикать. Взял и как будто всю жизнь смотрел исключительно на него. То ли совпало так, то ли еще что, я не знаю, но он мне по нраву. Внутри HiSilicon Kirin 710F с восьмиядерным процессом и Mali-G51MP4 при 4 гигабайтах оперативной памяти. Вот честно скажу, железо бы хотелось более взрослого. Нет, не то, чтобы где-то что-то тормозило, но хотелось бы рубиться в пуг на высоких вместо рекомендованных системой средних. Зато не греется даже после часа игрищ, чем радует в отличие от того же Honor 20. С другой же стороны, при его ценнике такое железо, это более чем нормально. В принципе, по железу для моих повседневных задач его вполне достаточно. В стройной памяти 64 гигабайта. Это не много, это не мало, это средненько. И подавляющему большинству юзеров этого хватит вполне. Ну, как собственно и мне. Камеры. Основная 16-мегапиксельная, f1.8 и 2-мегапиксельный сенсор глубины с f2.4. Для своего ценника отменный результат. Прям неожиданно отменный. Камера не теряет в детализации в тенях, отлично блюрит фон, причем даже без режимов портрет или диафрагма, а они есть. Она даже неплохо чувствует себя в темноте, хоть просто так, хоть в режиме ночь. Что в ней очень понравилось, это цвета. Да, они слегка перекручены, но самую малость, самую чуточку. Вот ровно настолько, чтобы не кривя душой сказать, так лучше. В портретном режиме контуры объекта режутся более-менее пристойно и он здесь существует не просто для галочки. Камера фронтальная. Но перед тем, как о ней говорить, скажу о единственной глубоко бесящей меня вещи. Вот этот звук. Не то чтобы он был прям очень слышен, особенно если в шуме города или в быту, но если вы находитесь дома одни, вокруг очень тихо и вы открываете камеру, это слышно. И этот звук на какой-то такой отвратительной частоте, что меня аж прям коробит. Но это если вслушиваться. 16 мегапикселей F2.0. Отличная селфя, отличный портретный режим. Режим украшения без превращения вас в анимешного уродца. Не идеальный, но очень и очень хороший результат по всем фронтам. К чему лично я в камерах этого смарта хочу прицепиться и повозмущаться на этот счет, это полное и тотальное отсутствие возможности съемки в 4К. Ну алло, ну 2019. Зато насыпали 50 миллионов дополнительных режимов. Емкость встроенного аккумулятора 4000 миллиампер в час и его хватает на целый день агрессивного, вот прям агрессивного использования P Smart Z. Работает все под управлением Android 9.0 Pie с интерфейсом EMUI 9. Об интерфейсе все уже говорено, переговорено тысячу раз. Айда читать обзоры по ссылкам в описании. От себя лишь скажу, что интерфейс комфортный, быстрый и плавный и, что нужно придирчивому упырю типа меня, гибкокастомизируемый. Кстати, еще здесь есть NFC. Фанатам на букву X может показаться, что это модуль лишний, но ребят, камон, ну 2019. Признаться честно, я до конца так и не понял, чем же мне зашел P Smart Z. Внешностью? Ну таких смартфонов десятки, разве что цветом. Дисплеем? Возможно, но мне нужно 4К. Камерами? Мне и тут нужно 4К, да и сказать, что камеры выдающиеся? Сложно. Хорошие, да, но не более того. А если сюда добавить звук выезжающей фронталки, да и ее конструкцию, выходит совсем непонятно. А потом до меня дошло. Это честный смарт, который стоит каждой своей копейки. Он не для тех, кому надо размахивать своим непомерно раздутым ЧСВ и логотипом на корпусе. Он для тех, кому нужен добротный смарт, который способен затащить любую возложенную на него задачу. И при этом он не будет стоить как ведро на евробляхах. И даже как пол ведра. Ну а теперь специальная плюшка для всех, кто досмотрел это видео до конца. Этот смартфон, вот прям именно вот этот, который я держу в руках, может стать вашим, причем абсолютно безвозмездно. Что для этого нужно сделать? Все просто. Переходите по ссылке в описании. Все условия розыгрыша будут там. Что ж, удачи вам и до новых! Субтитры сделал DimaTorzok